всем привет привет всем кто интересуется премиум техникой в игре мир танков извините сейчас проверю у меня сегодня проблема записью и вот только таким способом есть возможность записывать ролик итак сегодня поговорим исключительно о премиум техники выберем только их и давайте все таки определим какие подходят вам а какие все таки не подходят какие я бы рекомендовал покупать какие нет естественно на моем личном примере я не самый лучший игрок однако все таки имею опыт имею вкус и что-то могу но смотрим начнем пожалуй самого первого который здесь у меня представлен это защитник ну что мое личное мнение что это там довольно хороший довольно бронированный довольно мощный правда у него косая пушка классная вот это вот броня в лд борта тоже хорошее если он играет с одноуровневыми какими-то игроками ну вот либо если же кто-то заходит в бок конечно это уже не очень хорошо в общем смысл в том что нужно закрывать и нлд вот этот вот большой лист и бака все таки естественно корму тоже нужно закрывать башня у него хорошая принцип работы его нужно стать за какой-то за допустим за свои танки либо за уничтоженные танки вот противника либо свои и оттуда осуществлять удары урон врагу а там действительно интересный очень немного критуется у него вот очень редко это бывает значит броня вот именно вот здесь вот которая впереди если вы стоите немножечко немножечко вот вот так бычком выходите то вам будет по барабану но будут гуслю снимать там она будет ремонтироваться и заходить в общем танк и довольно интересный но к сожалению в моем случае не могу я его реализовать на сто процентов вот я играю с дополнительным с дополнительным оборудованием это стабилизатор значит приводы наводки и досылатель вот ну я думаю что подойдет этот танк всем игрокам но единственное тем кто не любит медлительную технику так принципе неплохой вариант не лучший не на первом месте он у меня находится этот танк но занимает почетное все равно место по своему дизайну по красоте в общем люблю я танки подобного плана необычные и интересные перейдем к следующему танку следующий танк это будет су-122-44 седьмого уровня пт-шка ну что покупал я ее давно подойдет она на ребят тем кто любит стоять в засаде издалека фигачить но дело в том что здесь пушка настолько косая что сложно сложно что-то зафигачить если честно потому что у него вот разброс на 100 метров 140 43 это довольно много стреляешь вправо попадаешь влево грубо говоря сейчас вот в мяч пытаешься попасть попадешь в этот танк нужно я допустим использую именно вот эту пт-шку как боевую такую единицу которая рвется вперед и мочит за счет своего урона все ну как практически все подряд то есть первый выстрел отошел за мной ребят которые идут они добили и так далее принципе как и на работе активно с борщом принципе то же самое у нее 390 средний урон то есть довольно интересно как вы видите можно увидеть цифры до почти до 500 нового среднего бронепробития бронепробиваемость тут не такая то есть вы можете стрелять и просто тупо не не пробивать врага поэтому здесь не очень хорошо и в этом плане я думаю что это пт-шечка устарелая если я опнут будет хорошо если нет ну такое хотя подвижная довольно у нее час посмотрим мобильность у нее 47 но почти 50 километров час довольно неплохо откатать ее в принципе можно но я считаю что она уже немножечко своего ну как бы потеряла уже за счет того что появились новые танки новые премы но в любом случае те люди кому нравится вот такого плана советские пт-шки принципе рекомендовать могу пушка у нее интересная только долгое сведение если вы сводитесь то вполне если вы никуда не спешите в отличие от меня то вполне спокойно можно на ней работать и набивать и довольно приличный урон давайте посмотрим следующую следующее это будет муц пц 58 8 уровень премиальная техника значит в свое время и мне очень нравился этот танк когда его приобрел я просто но кайфовал от него реально опять же по дизайну это немецкая техника кстати кто не знает по дизайну вот она да довольно быстро то есть у нее скорость 50 километров вперед и 20 назад значит 240 ну практически у всех наверно 240 средний урон за выстрел и пробиваемость у нее неплохая 212 вот мы берем обычный просто снаряд очень часто отбивается броней то есть можно танковать но конечно с умом все таки нужно понимать что это средний танк вот что еще использую ну сами видите с чем я использую камуфляж довольно интересный в отличие от скорпиона довольно интересный и я его никогда не хотел менять тоже вот интересная штука в общем углы у в н у него очень хорошие и за счет этих углов 10 и 25 за счет этих углов можно очень круто маневрировать очень круто можно стоять незаметно допустим за каким-то бугорком за каким-то оврагом в конце концов да и стрелять беспощадно всех забирать достойно достойная техника очень интересно и кому интересны вот именно немецкие точные лтшки господи стэшки обязательно обязательно берите на данный момент я ее редко пользую но очень хорошая на по всем показателям на мой взгляд единственное что конечно все таки броня это броня и средний танк не очень бронирована но все таки она довольно интересная насчет брони сами все уже посмотрели да сами в принципе все видите давайте перейдем к следующей птшки это у нас ягдтигр 88 восьмой уровень славится она до сих пор ну хотя ее в рандоме очень мало уже вижу ее крайне редко но я ее покупал кусок не так давно и покупал именно потому как просто опять же нравится дизайн исходя из дизайна мне нравится техника я ее стараюсь покупать что могу сказать в принципе если вы сбили гуслю этим танком и человек использовал ремку и вы повторили удар по гусле противника то считайте что вы противника уже забрали он уже ничего не сможет с вами сделать здесь интересная броня у него довольно интересная броня и с этой броней кстати ну вот можно попробовать залезть но мы не будем если не проблема с пишущим список с пишущей программы поэтому вот так значит силуэт конечно у него высокий большой здоровенный он примерно такой же как скорпион вот по размерам сами знаете что скорпион здоровенный это тоже здоровенный скорость у него маленькая у ягдтигра ягдпанцера да вот ягдтигра и получается что у него скорость по-моему 35 километров в час максималка посмотрим так мобильность у него 38 километров в час в одну сторону ну то есть туда и 12 назад дельная мощность всего 996 это очень очень мало поэтому он тащится как кусок говна но при этом он если он нашел интересную дырочку какую-то кстати заряжается снаряд 4 секунды 446 по моему вот и если вы где-то находите дырку где в которой высовываете просто вот эту вот часть то вы бог у вас уже никто не пробьет абсолютно никто сюда не пробьет грубо говоря да и никто и не будет сюда пробивать целится метится главное ваша задача это и можно конечно издалека в кустах сидеть точность довольно интересная но опять же конечно же желает лучшего 029 то есть принципе хорошая точность ой ну гораздо лучше там допустим чем у у кого но того жмутся да если посмотреть в общем к покупке этой техники в принципе рекомендую только тем кому нравится опять же немецкая техника кто собирает пример премиум технику брони как таковой у него все-таки немного даже вот это вот вот эти углы наклона самой брони они не такие вот чтобы позволять врагу не пробивать но с другой стороны если вы будете пританцовывать то вопросов нет она будет спокойно отбивать рикошетить поэтому я принципе рекомендую покупки этот танк но только тем людям которые не спешат вперед потому что если вы пошли вперед все вам жопа не дай бог какой-то враг обошел вас сбоку или сбил гуслю и обошел сбоку все считайте что вы игру закончили поэтому вот так как вы посмотрели до углы наклона здесь в н короче 10 вверх 10 вниз средняя бронепробиваемость 203 миллиметра и средний уровень за выстрел 240 миллиметров в общем такое она у меня есть я и часто пользуюсь и не планирую и не продавать не обменивать то есть техника довольно довольно интересно но скорпион но можно о скорпионе говорить или не говорить но скорпион также не является премиум техникой на первом месте вот для меня ну разве что для фарма он интересен но опять же это нужно всегда стоять сзади иногда врываться вперед чтобы добивать именно уже последним выстрелом каких-то врагов вот средний урон это конечно очень хорошо там мы видим и больше 500 то есть 560 мы спокойно можем увидеть даже вот как нам показывает 613 максимальный урон который мы можем увидеть за выстрел и это конечно вот реально круто радует то же самое бронепробиваемость у него интересная до 300 но тоже бывает очень часто бывает что с дальней дистанции не пробиваешь на никого то есть нужно подойти там практически вплотную чтобы тебя уже увидели и только в этом случае можно мочить естественно я не говорю про атаки в бок или в спину там врагу в корму естественно я говорю про лобовую атаку про лобовые выстрелы и так перезарядка здесь довольно серьезная 1075 но как правило они не такая длительность перезарядки не мешает именно потому как вы как раз в это время менять локацию просто элементарно вы видите время сведения очень хорошая в принципе если вы поставите еще вот этот прибор который называется привод до наводки то вообще будет замечательно так ну что все знают в общем эту технику однако мне лично мне но раздражает меня вот этот вот идиотский какой-то там камуфляж и конечно я бы хотел чтобы разработчики позволили менять камуфляж я им уже писал по этому вопросу но они сказали что они никогда в жизни не позволят менять камуфляж этой техники вот так вот насчет брони сами знаете ее здесь нет но пушка и маневренность скорость позволяют вытворять очень крутые вещи на этом на этой птшке итак пойдем дальше т-92 8 уровень ну собственно говоря здесь у меня практически все восьмого уровня но бывают также седьмого и наверное и шестого бывают немного и так что мы видим на этом танке это какой-то непонятный синий камуфляж который просто так установил непонятно зачем но смысл не в этом смысл в том что это за лт-шка и что это что она делает это светляк и подойдет именно тем людям которые любят сидеть где-то быстренько поехал на локацию занял какое-то место и сидишь ждешь сидишь ждешь светишь пока ваши товарищи со спины мочат всех кого вы замочили именно этой лт-шка я спокойно выполнял задание на различные боевые задачи по свету то есть она очень подвижная очень хорошая очень качественная значит по поводу брони говорить не буду но сами понимаете лт и тем более но я бы конечно очень желал чтобы опнули у нее на средний урон за выстрел потому что но как-то 150 это сомнительно вообще для восьмого уровня вот она пробивает 175 и 219 а вот у нее за один выстрел мы можем увидеть от 112 до 188 ребят уже на четвертом уровне есть танки которые у них урон базовым снарядом 240 а здесь восьмой премиальная техника и здесь 150 и не знаю для чего это сделано но конечно хоть а а можно быть было бы сделать больше это было бы вообще круто если бы там 390 но понятно понятно это так уже мечты в общем но я считаю что 150 не очень круто но хотя бы сделали бы 200 240 хотя бы сделали бы чтобы средний урон в минуту поднялся разброс довольно большой 036 углы 10 и 20 принципе неплохие хорошие такие углы и можно работать из-за прикрытия там из-за каких-то из-за какого-то мусора из-за каких-то горок холмов но при этом как-то в начале я играл на этой лтшки у меня да есть какое-то количество боев но как-то сейчас забросил потому что перешел почему на технику шестого уровня на type 64 но пока давайте продолжим вот именно этот вопрос под 92 что мы еще не затронули здесь перезарядка у него отлично 388 значит живучесть всего лишь 1000 хп мобильность у нее 60 километров вперед и 25 назад наблюдение у нее прекрасная то есть незаметная машина кстати тоже у нее если вы добавили значит маскировочную сеть то очень очень хорошая маскировка и вас редко кто когда видит именно поэтому для этого я ее брал из-за скорости и убрал ну из-за маневренности очень маневренная очень приятная пт-шка именно вот лт-шка ты гоняешь просто на ней как как ребенок и их просто кайфуешь балуешься поэтому я ее рекомендую всем она принципе всем пригодится именно на вашем ангаре пойдемте дальше что же у нас здесь а это всем известный тяжелый в кавычках танк но по сути средний вернее наоборот средний но по сути тяжелый американский танк супер першин ну что про него можно сказать это просто жесть медлительные то есть я его брал а вы знаете когда есть такое понятие когда вы начинаете играть на технике играете долго вы к ней привыкаете пытаетесь выжать из этой техники максимум и в принципе вы понимаете когда эту технику то эта техника становится для вас очень приятной и вот когда его покупал а я покупал першинга супер першинга не так давно ну может быть там пару лет назад когда уже все говорили что это полный отстой полного не стоит его покупать я все-таки его покупал и кайфовал на нем реально кайфовал и кстати вот недавно позавчера играл на этом танке и там где отступали любые 3d 34 и с 6 я стоял и меня не могли пробить танки девятого уровня то есть это очень хорошая очень хороший средний танк по сути тяжелый который берет на себя массу противника массу снарядов противника и может спокойно при умелом обращении продавливать направление конечно если мы говорим про десятки то там не о чем говорить если мы говорим про восьмерки это интересный вариант и вполне спокойно на нем можно играть хотя вот мне он тоже нравится именно по дизайну и его не планировал продавать однако но как то вот сами посмотрите 192 на средняя бронепробиваемость это на мой взгляд уже немножечко маловато с учетом того что он играет с десятками насколько я понимаю насколько я помню вот и уже практически все кстати знают слабые но слабые места этой техники кто вообще интересуется куда можно пробивать но по большому счету люди которые любят подобную технику могут пользоваться здесь кстати хорошие углы наклона 10 20 вот средний урон за выстрел 240 как и говорил бронепробиваемость у нее невысокая 192 но у нее есть что у нас там 258 если мы будем премиум снарядами лупить это будет 258 миллиметров средней бронепробиваемости и это уже очень круто поэтому и кстати по моему там у него не слишком дорогие давайте посмотрим какие у него там снаряды ну такие же до 4400 а вот в принципе на любителя техника честно говоря на любителя техника я давным-давно его не катал кроме как позавчера посмотрел актуален в принципе интересен но медлительность меня убивает а медлительность у него достаточно серьезная 40 километров в час и он никак не хочет набирать эту скорость на любителя пошли дальше т-34 американский тяжелый танк восьмого уровня покупал я его в самом начале ну не покупал а тогда были мероприятия и раздавали всем эти там вот и надо было пройти на общем так давайте конкретно тогда про танк потом я его продал и недавно я его решил купить потому что его апнули восстановить вернее решил и восстановил вот ну что действительно танк интересный хотя опять же не быстрый нужно понимать принцип работы этого танка принцип боя именно на этом танке что же на нем и как на нем нужно воевать те опять же которые любят пт-шные стили боев боев смело могут покупать эту технику интересная техника она вот реально интересная стала ну как бы преобразилась я на нем очень много играл очень много играл и скажу что техника интересная тогда вот я почувствовал что он мне надоело я его продал а сейчас я купил и довольно часто на нем гоняю сейчас потому что ну как гоняю как на черепахи гоняю таки интересно у него скорость кстати вперед 35 назад 12 но зато мы видим что за 500 или вот 500 мы можем спокойно на нем увидеть после выстрела нашего цифру а средняя бронепробиваемость него обычным снарядом 248 это хороший показатель это очень хороший показатель если мы смотрим про голду то там 297 тоже хорошо с десятками попадает десяток часто лупишь опять же конечно нужно понимать что если вы с десятками то не нужно лупить им в лобешник а нужно куда-то там в бочину в гуслю в жопу и так далее система интересная и интересная тем он хорошо сводится теперь хорошо сводится время сведения 307 но как то это получается очень хорошо 034 у него разброс на 100 метров тоже вполне хорошо и ну небольшой конечно средний урон в минуту 1854 но все равно техника интересная и те кто любят тяжелый геймплей тем обязательно рекомендую и повторюсь вот такого рода в нем хорошая башня есть изъяны безусловно не буду о них говорить хотя она полностью корпус пробиваемые лючок пробиваемые щеки такое в общем в любом случае нужно работать стать за танк где-то стать за танк или за пригорок у него отличные углы наклона то же самое 10-15 но я бы сделал наверх повыше повыше не 15 а допустим 25 бы сделки это было бы шикарно а вот но 10 это тоже вниз хорошо и то есть можно спокойно из-за какого-нибудь пригорочка там фигачить всех врагов просто раздавать им там урон на 500 и все в общем покупайте интересная интересная техника но конечно она не на первых местах у меня а где-то так серединочке идем дальше вот недавно я купил такого скорпиончика седьмого уровня тоже интересная штука максималка у него 45 занимает первые места вот по развлечению когда развлекаюсь именно в этой игре получается одну секунду на принцип работы какой понятно что у него нет брони как вы понимаете да но урон у него на его уровне отличный во-первых средняя бронепробиваем пробиваемость 219 это шикарно и 274 максимальное значение вообще класс а 240 это удар урон за выстрел то же самое у него 1015 в н углы он не полностью крутится на 360 градусов на чтобы вы сразу понимали да так время сведения 166 вот вроде как 166 не 307 а всего лишь 166 вроде очень быстро он должен сводиться но мне этого недостаточно я доселе я даже поставил приводы наводки и все равно мне недостаточно как он сводится но как-то он какой-то медленно сводится и мне не нравится что башни у него ну как будто ему впадло просто разворачивать эту башню как будто вот вот он вот он стоит такой натуг и такой вот эту так он ее поворачивает но в общем это неприятно приходится доводить корпусом и сразу терять естественно и сеть и хотя я сеть не вожу на вот и терять рога ну вот ну вот 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 так разбросан 032 средний урон отличный для седьмого уровня 2 139 скорость вперед 45 и назад 17 набирает скорость он очень хорошо и двигается очень хорошо вперед даже на горку рекомендую покупки обязательно просто стоять в кустах и просто кайфовать и ржать от тех кто не будет знать откуда по вам стреляют таким мощным интересным залпом поехали дальше что мы видим здесь мы видим революризе или революризе как многие говорят ну что интересная техника но поменял я его кстати на cdc ну нет не cdc а fcm 50 тонн ну вот впадлу он стоит 50 тонн я его не трогаю вообще никогда уже не трогаю давным-давно играл конечно на нем нормально была актуальная техника сейчас нет ну и что могу сказать средничок средничок револьвера тот средничок несмотря на то что у него альфа 390 и мы видим там за 500 у него 488 но почти 500 до мы видим альфу за выстрел приятно но крайне редко мы можем пробить противника ну крайне редко но вот просто ну стреляешь ты ему вот наметился стал наметился подождал нормально пока он развернулся допустим боком или жопой до стреляешь прямо в центр а попадаешь гуслю гусля 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 гу и сколько ты не стреляешь вот гусля или гусля а вот обязательно чё за бред я не знаю то ли нужно играть с премиум аккаунтом чтобы ты нормально мочил сразу всех по центру я не знаю но когда вы играете на обычном базовом аккаунте какая-то жопа происходит с этим танком он нихрена не попадает туда куда нужно но если он попадает там 400 450 ну то есть такие хорошие показатели очень мощная пушка очень быстро летит снаряд скорость наряда там потрясающие чуть ли не как у 100 пятки то есть интересный разброс довольно такой но 34 все-таки разброс у и она неплохие 10-15 скорость у него медлительный он конечно сами понимаете брони нет нифига но все то есть для пушки понимаете все для пушки максималка здесь 40 километров в час вперед и 16 назад но все его видят издалека видят поэтому этот танк не первой линии он конечно должен стоять сзади практически сзади всех и на последнем кругу расстреливать только если долетит а как вы знаете что снаряд теряет свою способность пробития да вот с дальностью чем дальше тем снаряд слабее поэтому вот здесь какая-то непонятная хрень или нужно делать что-то с длиной или подходить ближе то есть танк не позволяет уходить на дальнюю дистанцию и оттуда стрелять а с другой стороны не позволяет подходить на близкую потому что брони нет и он настолько высокий и он как маяк понимаете он только выехал чуть-чуть его сразу начинает светить всех светить даже пересвечивает лт по какой-то хреново непонятной стратегии конечно же его начинают мочить и неприятно неприятно и очень неприятно то что ну вот вчера я на нем играл ну просто смешно сделал 10 выстрелов и ни разу не пробил все разы попал но ни разу не пробил я даже гуслю не пробил ерунда какая-то непонятно в общем надо пробовать на премиум аккаунте играть с этой техникой ну или как-то по другому но вот честно плюс конечно хороший вот в том что у него в н хороший то есть можно с высокой башни допустим там где не может стать какая-то низкая техника мы спокойно можем стать за счет нашей высоты просто куда-то нам сунуться до над кем-то и стрелять вообще над всеми это прикольно и за горки тоже прикольно на нем стреляет но очень часто попадают и если попадают с каждым выстрелом критуют то кого-то выведут устройство механика до командира то загорелся топ ну в общем сложный танк сложно на нем геймплей но интересный но интересно пойдем дальше а и сидиси конь ну что про коня можно сказать быстрый такой же быстрый также залазит везде интересная пушка кстати мочит пушка тоже интересно то есть у нее 240 альфа 212 обычным снарядом бронепробитие среднее то есть нормально нормально разброс у него 031 время сведения неплохое у вены хорошие то есть как в рекламке говорилось можно вылазить показал бошку непосредственно из из-за горочки стрельнул и свалил но это было тогда хорошо пять лет назад или 6 сейчас уже техника такая появилась что ты ее хрен пробьешь чем хотя вы знаете мощность у него скорость у него прекрасная у этого танка 57 километров в час опять же он высокий он довольно высокий давайте посмотрим по скорпиону скорпион выше конечно или допустим даже этот револьвер выше вот но не на много то есть в любом случае сидиси он высокий он бешеный он быстрый он залазит куда угодно удельная мощность почти 35 лошадиных сил на тонну из довольно хороший танк все-таки я его не хочу продавать несмотря на то что он давным давно и однозначно устарел вот не хочу его продавать по дизайну по дизайну и пушка у него интересно него пушка крутая знаете такая как плеткой круто реально но конечно опять же нельзя вылазить вперед нельзя там на десятки лезть там полная жопа ну сами понимаете что здесь наверно один миллиметр там брони там ничего нет вообще и ночью как-то так это танк ниндзя такой появился в лупил ушел вот какая-то вот такая вот хренатень не будем долго уделять время этому танку поехали дальше мля 49 ну что хороший танк довольно тяжелый ну то есть когда вы едете вы чувствуете что он тяжелый земля под ним продавливается 300 урон за выстрел значит бронепробитие у нее 232 это очень хорошо причем это обычным снарядом то что касается премов а то там 263 не намного и вот это вот разница 30 миллиметров она ну какой смысл 232 или 263 поэтому если вы было хотя бы 300 вот это да а так это слишком мало всего лишь три миллиметра ни о чем поэтому я практически вот никогда не возил премиальные снаряды в основном лупил обычными ну и что броня у него такая осталась очень хорошая и в принципе при умелом использовании вполне спокойно можно на нем работать углы в н 10-20 как обычно неплохо кстати нравится как он сводится и нравится как вот стреляешь просто вот просто вот повернул стрельнул он попал повернул стрельнул попал праве повернул стрельнул пробил вот это очень приятно ты не меньше не метишься нифига ты просто вот фигачишь вот так вот стал просто даже ты раз и попал раз и попал довольно быстро довольно качественно вот лично мне нравится лично мне нравится этот танк один из тяжелых да но я его сейчас редко выкатываю да в принципе вообще его редко выкатываю но техника интересно и при нужном настроении действительно будет оставлять всех далеко за собой и будет оставаться единственным выжившим в бою как варианта или он может спокойно пряча вот эту вот башенку тянуть направление спокойно сможет по скорострельности допустим у него всего лишь 6 и 9 скорострельность орудия то есть это очень хороший показатель при том что у меня не стопроцентный экипаж я просто менял вот ну что можно еще в нем сказать скорость у него 40 километров в час вперед 15 назад бака и корма конечно у него дырявые то есть это спокойно может пробить там первый уровень наверное но он делал не об этом мы говорим о лобби и здесь конечно это очень хорошая техника и если вы идете и у вас хорош команда если у вас хороший взвод и вы идете не один знаете что вас поддержат то вы выиграете очень классный танк рекомендую покупки и вот обязательно его и покупайте следующим танком у нас будет танчик а скажем так скорее всего это танк займет или занимает именно в моем рейтинге первое место все-таки ну или разделяет его она нет наверно не разделяет скорее всего именно первое место и первое место не потому какой он там крутой по нагибу а просто первое место потому какой он просто просто какой он это шикарная пт 8 уровня просто шикарная с шикарной маскировкой то есть его редко кто видит реально это шикарная маскировка как вы видите да шикарная бронепробитие у него 260 миллиметров бронепробиваемость просто обычным снарядом то что мы говорим о льгота о премиум снарядах 310 это шикарно по большому счету у него как бы бронирования там особого нет но очень очень и очень часто от него отлетают снаряды даже на танков 10 уровня не могут пробить из-за его читерской вот этой вот наклонов брони но интересно естественно я говорю про первое если вы подтанцовываете то вот просто кайф стоите в кустах никто вас никогда не увидит мочите идеальная позиции какие-нибудь занимайте обычный просто идеальный танк для вот такого врыва и просто где-то вот стоять так вот чтобы вас ну желательно конечно за кругом за кустом безусловно и мочить это просто удовольствие альфа у него 390 шикарно пушка великолепно сводится быстро 1.8 ну читайте до разброс 028 что это мне здесь досылатель еще есть просветленка правильно вот перезарядка немножко дольше но за это время вы меняете локацию все-таки скорость у нее тоже потрясает как для пт-шки французской 55 километров в час вперед и 18 назад ребят ну сто процентов вот рекомендую рекомендую и конечно в городе но любая пт-шка в городе ну слабенькая но если это какая-нибудь какой-нибудь карта большая и с большой растительностью с какими-то оврагами горами ребят но это просто шикарно увн немножечко вверх маловаты сто процентов маловат но но все равно вниз кстати тоже хотелось бы чтобы было минус 10 и плюс 25 а у нее минус 8 и 20 интересно чуть-чуть бы сделать в общем это пт-шка в моем рейтинге конечно и в моем нг занимает первое первое место ну вот эту хренотень какую-то вот недавно что там было там надо было пройти вот прошли прошел и вот какую-то фигню подарили ее даже рассматривать я собственно говоря не буду хотя когда едешь на нем чувствуешь тоже что это тяжелый танк правда 5 уровень но мне не интересно говорим дальше вот вторая второе второе место моего рейтинга это тайп 64 даже не т-92 именно т-64 т-92 скажем это третий т-92 может конкурировать со скорпионом на мой взгляд защитник четвертый а вот второй это как раз таки т-64 второго уровня на нем спокойно я набиваю две тысячи две с половиной тысячи урона но при том как у него огневая мощь всего лишь 115 за выстрел и пробиваемость у него совершенно небольшая там 128 миллиметров естественно с погрешностью средний урон в минуту 2423 то есть сами понимаете скорость у него 72 километра в час это лт светляк ну ребят очень крутой рекомендую всем иметь хотя я знаете не выкупал его первый раз тоже продал его потом как-то опять приобрел хрен его знает каким образом в общем ну прикольная вещь вы на нем и отдыхаете именно этот танк для отдыха вы отдыхаете набиваете поднимаете свой рейтинг то есть реально классный танк значит что у него здесь разброс довольно большой но то что этот танк незаметен спокойно позволяет фокусироваться на каких-то танков подождать эти две секунды спокойно а у него время сведения две секунды 201 углы в на получается минус 10 20 ну и что еще у нас скорострельность 21 выстрел в минуту довольно до минуту получается так в общем интересная техника и реально она прикольная вот честно опять же нужно понимать что брони нет всего лишь там 25 миллиметров во лбу то есть ни о чем удельная мощность 21 лошадей на тонну максималка как я уже и говорил 72 ну ребят давайте покупайте и гоняйте но прикольная вещь реально очень интересная вещь она именно вот да не то что там для фарма до фарма не такой небольшой а вот она хороша именно для вот теплого такого душевного игривого настроения кстати по фарму по фарму хорошо защитник хорош по фарму ну короче все танки у которых альфа значит хорош скорпион и хорош t34 также очень неплох я бы сказал очень хорош тоже 105 ну и тяж вот 49 то что касается револьвера ну не очень то что касается скорпиончика маленького ну тоже такое но в любом случае кстати на премиум если вы на премиум эту сотку можно спокойно вывозить и вот на вот этом ягде игре 8 8 ну как и на любой другой при нормальной игре и так осталось у нас два танка 102 ст а2 я его не собираюсь продавать его покупал также за счет своего дизайна интересный дизайн отличные увы она у него насколько я помню там тоже самое но во всяком случае вниз классно до вниз очень хорошо минус 10 тоже хлесткая такая плетка подобная пушка болючая то есть обычным снарядом бронепробиваемость 212 миллиметров ну а урон всего лишь 240 но несмотря на это средний урон в минуту 2276 естественно он пожил проживущести можно говорить а можно нет потому что брони как таковой нет скорость у него 55 километров в час туда и 20 назад удельная неплохая на самом деле танчик ведет себя как быстрый достойный средний танк вылазит где нужно ну то есть такая замена и сиди си я бы сказал даже что вот этот 102 гораздо лучше чем а и сиди си в плане сам самого боя ведение боя то есть он довольно он как бы если на оси дисси вы можете просто погонять допустим поиграться тоже да знаете там до первого нормального который в лопит и убьет вас то на все-таки на 102 вы не так быстро едете но при этом вы контролируете вот полностью хотя кстати скорость у них по-моему одинаково здесь 57 а здесь но у него этого просто разбег гораздо лучше потому что оси дисси 39 а 34 удельная мощность а здесь всего лишь 16 в общем тоже рекомендую и за пригорочка очень классно стрелять по врагам они нихрена не понимают что к чему у него премиум снаряды тоже хорошие 275 и бронепробиваемости я имею ввиду то есть отличная техника для тех кто любит тоже приятный геймплей а на нем реально приятно играть не нужно вступать в клинч с кем не ну не нужно там бодаться ни с кем просто подходишь гусля не гусля передок задок очень хорошо маневренная техника и чувствует себя в бою даже с десятками очень уверенно не против них а с десятками то есть я имею до если он обходит их где-то там что-то с ними крутит мутит за счет динамики спокойно может порвать ну и последнее это у нас стерва стрв с 1 8 уровень ну что можно сказать по поводу этой техники она на таком же уровне примерно как и 105 но если 105 она красиво она интересна вы не зацикливаетесь ни на чем просто едете и фигачите фигачите и фигачите вы убиваете на хрен все вот на этой технике так не получится потому как здесь есть специальные моменты по тормознутости то есть вам нужно остановиться нажать на кнопку x стать в режим из походного режима уже в боевой режим стать это занимает одну и три секунды допустим да или сколько там это занимает времени то есть вы да когда она в этом режиме в боевом режиме она ввертка я точно я там вообще без по барабану ей все хороший здесь средний урон в минуту как вы видите не при стопроцентном экипажа 2 656 разброс 04 сделали то есть то есть они и по нерве или по ходу да наверное еще то давно понерфили я просто не обращал внимание но в общем 04 это довольно много довольно много с она была сразу вот четкой точная была не всегда вот попадала ну то есть это была имба да вот вы захотели в глаз воробью попасть вы попали а 04 извините это многовато время сведения тоже многовато то есть раньше как-то это было не так однозначно но зато у нее альфа 390 средняя бронепробиваемость 288 это очень классный показатель скорострельность очень хорошая тоже но почти шесть снарядов в минуту значит броня у нее небольшая но тем более вот смотрите корпус там они вообще 30 миллиметров но за счет того что вот эти потрясающие углы ну сложно ее пробить и часто не пробивается хотя ну часто пробивается уже часто пробивается ну то есть ее от 0 и сначала потом понерфили в общем они не знаю что хотят и в итоге получается из крутой техники получается какая-то лажа в общем немножечко хуже она стала но при этом она остается все равно очень хорошей техникой она незаметно незаметность у нее тоже довольно высокая если посмотреть с 105 у 105 выше но несмотря на это стерва тоже незаметно тоже быстро но вот этот переход в режим похода и переход в боевой режим он немножечко лично меня вот ну как-то немножечко угнетает хотя по-своему интересно по-своему интересно ну и что можно еще сказать обзор у нее хороший 448 углы как таковые углов у нее нет за счет она опускается поднимается за счет специальной системы пневматической и довольно довольно приятно все таки техника и я ее выгоняю сейчас не часто но когда я выгонял конечно она у меня была на первом месте я от нее кайфовал я ее также рекомендую к покупке очень интересная и по дизайну и вот вы едете и чувствуете что это металлический танк реально пробивает все что видит если вы не слишком далеко стоите в общем вот такой вот был обзор друзья мои кому было интересно если было это видео полезным если вы считаете что оно было полезным ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал покажите своим друзьям те кто новички только в этой игре это видео и я надеюсь что она будет полезно я постарался в этом видео показать все свои наработки всю свою технику показал вам и рассказал о ней если есть у вас какие-то вопросы задавайте эти вопросы я с удовольствием на них отвечу ну и давайте увидимся в новом в новом видео до следующих встреч пока пока друзья